Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! С вами Мартин и Капитан Очевидность! А разговор сегодня у нас, как всегда, глубокий и надежный особой важности. Разговор сегодня у нас про Пинг. Пинг, который не дает покоя игрокам этого великолепного проекта от Mail.ru, лучшего на свете, с самого начала зарождения. Еще когда динозавры ходили по земле, а капитаны Динго только начинали свой путь на ПВЕ, игроки уже активно обсуждали данный вопрос. Обсуждал в том числе и я. Однако все мои исследования и аргументы никогда не принимались многими людьми всерьез. Мол, как так? Как ты можешь вообще говорить за Пинг, если у тебя Пинга почти нет? Я проводил эксперименты и на отечественных серверах, и на европейском, играя там через ВПН, соответственно. И выбирая разные регионы ВПН, а также меняя сами программы ВПН, у меня был Пинг 150, 170, 190. В общем, Пинг у меня был разный, и я с разным Пингом играл. Ну а теперь я вообще живу за 1300 километров от Москвы. И Пинг у меня уже, кстати, один раз сменился. В Москве у меня был Пинг 5. Никаких вопросов, у многих москвичей был Пинг 1, 2, но меня это особо не волновало. Пинг 5 меня вполне устраивал, тем более, кстати, начинал я с Пинга 14, именно так. Когда я только стал играть в Warface, у меня был Пинг 14, и у меня было 4 палки тогда. Это было связано с тем, что у меня не было витой пары, у меня не было широкополосного хорошего доступа в интернет, у меня был очень слабый ADSL, то есть скорость оставляла желать лучшего. Соответственно, и Пинг тоже. Вот когда я приехал сюда, то вначале у меня был Пинг 3640, но, как я понял, это было связано с тем, что еще какие-то технические работы здесь проводились, тут интернет только провели. У меня был Пинг 3640, и сейчас у меня Пинг 25. Они все сделали, все наладили, потом там инет вырубили для каких-то профработ на час, врубили Пинг 25. Меня все устраивает. Ну, признайся, ведь после Москвы в целом стало хуже. Капитан Очевидность, ты знаешь, не стало хуже. Вот вообще, по сравнению с Москвой, вообще не стало хуже, друзья. Я не знаю, кто там какие-то сказки рассказывает. Нет, я не спорю, и это глупо спорить. Если у человека там Пинг 50 и выше, то да, это уже неуютно. Если у человека Пинг там 70, 100, я не знаю, он живет день в Хабаровске, у меня никаких вопросов нет. Конечно, этому человеку будет неуютно, прямо скажем, в любой сетевой игре, если сервер находится в Москве или там в Европе. Это как бы вопросов ноль. Если человек живет где-нибудь в Сибири, в глубинке тоже, интернет слабый, это все понятно. Высокий очень Пинг, это плохо. Но вот эти разговоры про то, что О, О, у Рокутагина Пинг 5, а у меня Пинг 15, это большая разница. Боже мой, какой же это все бред. На своем опыте могу сказать, что Пинг начинает как-то хоть ощущаться после 30. То есть, если у вас Пинг выше 30. Например, здесь, когда я только приехал, 36-40 Пинг у меня был, у меня была одна маленькая особенность. Не скажу, что она приятная, но не скажу, что она меня сильно доставала. Это то, что ты вначале появляешься, а потом, у тебя уже в руках оружие, и только потом появляются модули, в частности, прицел. Но, поскольку Пинг 30-40, это небольшой Пинг, то, соответственно, задержка эта тоже была небольшая. Кстати, скажу вам, что в Москве у меня такое тоже случалось. Ну, потому что, если играешь поздно вечером ночью, то тебя может куда-нибудь на сервер ДВ или Сибирский забросить по каким-то причинам. И, соответственно, было то же самое. Не знаю, меня особо это не доставало, и особо это мне не мешало. Но, что касается Пинга до 30, вот сейчас у меня 25, иногда 26 бывает. Вообще никакой разницы. Вот что я играл в Москве, что я играю сейчас. Кстати, большинство мозголомов на этом видео записаны именно здесь. Да, без шуток. И никаких вообще неудобств и никакой разницы я не ощущаю. Урон также моментально проходит. Как бы всё нагибается, всё прекрасно. Никаких существенных проблем я вообще не чувствую. Разницы, что я играл в Москве, что я играю здесь, в станице. Так и да. А появились челики, которых ты не можешь нагнуть, хотя первый стреляет? Да, капитан очевидность. Люди, которых я не могу перестрелять, здесь есть, сразу скажу. Но, есть одно маленькое но. Точно такие же люди были и в Москве. Причём, по моим наблюдениям, это совершенно не связано с Пингом. Я не знаю, почему так происходит. Я помню только один случай, точнее, ну, один период в Варфейсе. Это был примерно год 16-й. Тогда, я играя в Москве, имея 5 палок, я не мог почему-то вообще, не мог перестрелять людей, у которых было 2 палки Пинга. Я не знаю, почему по ним вообще урон не шёл. Это просто нереально. Они меня убивали за стенами. Они просто выходили, моментально я умирал. То есть, их перестрелять для меня было, ну, часто практически нереально. После этого периода, там потом что-то починили, поправили, и вроде как всё нормально стало. То есть, они меня убивают, я их убиваю. После этого, пожалуй, вы знаете, такой вот именно зависимости, плохой Пинг, хороший Пинг, я не замечал. Но, всегда попадаются люди, что ты в Москве можешь играть, что вот здесь, в Краснодарском крае, что на Дальнем Востоке. Всегда есть люди, которых почему-то ты не можешь перестануть. По ним плохо урон идёт, объективно. Из них кровь лидеря. Я не знаю, с чем это связано. Так было и там, так и здесь. В общем, по сути, опять же, ничего не изменилось. То есть, типа, в Краснодарском крае играется так же, как в Москве, что ли? Да, капитан, очевидность. Если у тебя Пинг до 30, то ты будешь абсолютно так же играть, как игроки в Москве. И ничего не почувствуешь. Вообще ничего. Вообще никакой разницы не будет, друзья. Это я вам говорю, объективно, как человек, который более 5 лет играл в Москве. Если у тебя Пинг 30 и выше, вот от 30 и выше, постепенно будет какая-нибудь жопа появляться там. Прицел не появляется в начале, потом где-нибудь, может быть, урон будет с задержкой проходить. И после 50 уже как бы играть не очень... Ну, после 50 играть некомфортно. До 50, в принципе, я играл в разное время в разных играх. И в Warface тоже на Европе вот играл. У меня одно время был хороший ВПМ. Я играл, у меня там около 50, может, чуть больше было. В принципе, нормально, годно. Но вот больше уже некомфортно. То есть, тут спорить вообще глупо. Больше 50 жопа. Ну, до 50 вообще насрать. А до 30 вообще разницы нету с Москвой. Вообще никакой разницы. Потому что ты моспеживаешь, что в Питере, что вот в Краснодарском крае, что в Краснодаре, я не знаю, там, где-нибудь по Владимире, в Рязани. В общем, везде, где Пинг до 50, нормально. До 30 вообще идеально. Да. Ну, а почему столько жалоб именно на Пинг идёт? Капитан, очевидность, я тебе отвечу, почему люди жалуются на Пинг. Потому что, они, понимаешь, люди всегда пытаются найти какую-нибудь отмазку. Ну, по факту. Есть люди, которые действительно, у них проблемы. У них реальные проблемы. У них очень высокий Пинг. Им некомфортно играть. А есть люди, которые, знаете, у них Пинг 10. Вот, у москвича Пинг 2, а у них Пинг 10. То есть, по сути, вообще разницы. Ну, никакой нету разницы. 8 миллисекунд, они ничего не значат. Но этот человек всегда будет всё сваливать на Пинг, потому что он рукожоп, объективно. Вот есть такие люди. У него нормальный комп, у него нормальный инэп, инэп там всё. Но он рукожоп. Он объективно рукожоп. Пацаны, ну, честно. Знаете, самый обман самый лёгкий, что бывает в жизни. Но... Ты сам себя обманываешь. Ты рукожоп. Ну, вот если реально, у тебя нормальный комп, у тебя нормальный инэп, всё нормально, у тебя там Пинг 10 или 15, и вот ты говоришь, что тебя перестреливают, потому что вот у них Пинг 2, это самобан. Ну, серьёзно. Могут быть другие причины. Действительно, ты можешь играть, и тебе очень неуютно. Возможно, ты играешь через Wi-Fi. Wi-Fi это жопа, это не для игр. Wi-Fi вообще сразу отметается. Ноутбуки. Блин, пацаны, да забудьте вы эти ноутбуки, даже игровые. Ну, кто-то на них может хорошо играть, но объективно, ноутбук не для игр. Нужен нормальный комп, желательно. Не обязательно суперский. Нормальный комп нужен для игры. Нужен нормальный интернет. Нормальный. То есть, некоторые говорят, у меня нет нормального инэта. Такое бывает, что у человека действительно нет нормального интернета. Ну, объективно. Он живёт там, где вообще нет нормального интернета. Он в 3G модема сидит. Ну, тогда, опять же, глупо всё сваливать на Пинг. Дело не в Пинге. Дело в том, что у тебя вообще тут интернета нету. А может быть, в соседнем селе или в соседнем там недалеко городе у них всё есть. У них есть широкополосная там витая пара или оптика, и у них всё нормально, поверь мне. Там всё вообще нормально летает. То есть, многие люди, которые всё сваливают на пинг, на самом деле, вообще не от пинга страдают. Вообще даже не близко. У одного комп вообще говно там, старее мамонта. У второй играет через Wi-Fi или 3-4G модем. Ну, а третья категория, очень большая третья категория, это люди, у которых, в принципе, нормальный комп для игры. У них, в принципе, нормальный интернет. Но они не понимают одной важной вещи. Для того, чтобы играть лучше, чем они сейчас играют, как бы это банально не звучало, надо больше играть в игру. А сваливать всё на пинг, когда у тебя пинг, тем более, меньше 30-ти, это вообще просто, я не знаю. Ребят, ну не позорьтесь, серьёзно. Хотите, я вам примеры приведу? Да, пожалуйста. Один из самых известных наших киберспасменов, Школоник, живёт в Новосибирске. Я уверен, что у него пинг 50, а то и больше, скорее всего, из Новосиба до Москвы. Капитан Паника живёт ещё дальше от Москвы, чем я. Он в Ставрополе живёт. Самый титулованный снайпер этой игры. Всё нормально. Его главный конкурент, который, ну, до недавнего времени точно был, магистр Йода, живёт на Украине, где он там, в Одессе или в Киеве живёт. Телч, один из самых крутых штурмовиков этой игры, живёт в Минске, Беларусь. А какие-то дяди, которые живут в Рязани, в 300 километров от Москвы, имеют 5 палок пинга, ну, извините, у них пинг не 5 миллисекунд и не одна, а 8. Они жалуются на пинг. Господа, пожалуйста, не позорьтесь, я вас очень прошу. И вспомните хорошую поговорку о том, что на самом деле мешает плохому танцору. Тем, у кого действительно высокий пинг, искренне сочувствую, жители Дальнего Востока, глубина в Сибири. Это действительно проблема? Это действительно некомфортно, и я лично с этим никогда не спорил. Ну, а тем, у кого пинг невысокий, особенно до 30 миллисекунд, могу сказать только одно. Ребята, ну, пожалуйста, не позорьтесь и будьте честны сами с собой. Дело не в пинге, дело в том, что либо у вас железо слабое, либо вы мало играете и играете в одну, вторую, третью, пятую игру. Но, естественно, тогда ни в одну из них вы по-настоящему хорошо играть не будете. Таковы законы жанра. И чтоб вы знали, даже многие ютуберы играют в Warface практически ежедневно. По пять, шесть, а некоторые даже и больше часов. Ответьте себе честно, играете ли вы столько и только потом говорите о пинге. На этом у меня все. Холи вары, конечно, не закончатся, но если вам было интересно мое мнение, то вот оно таково. Мое мнение, что невысокий пинг до тридцати вообще не влияет на игру. От тридцати до пятидесяти уже не так комфортно, но легко привыкается и тоже, в принципе, нагибать можно. Ну, а пинг больше пятидесяти, это, конечно, желательно не играть. Но в любом случае, так или иначе, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Ну, пацаны, сами понимаете, без этого просто никуда. Яйцо почесал и пинг у тебя всегда ноль. Такого не бывает, но все же. Ступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами. ДАУЛ КЕЛ МОЛ КЕЛ МОЗГАЛО 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 Продолжение следует...